Новости в эфире в студии Гульнара Жандагулова. Сурдоперевод Виктория Антонишина. Новости в эфире в студии Гульнара Жандагулова. 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 В этом году мы увеличиваем экспорт массажировой продукции на 40%. Ко всему этому в текущее время прорабатывается вопрос совместно с Министерством торговли и Министерством сельского хозяйства по открытию рынка Китая для экспорта высокобелковых кормов. Казахстан презентовал свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности на крупной выставке в Шанхае. Это проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, логистики, экспорта и инноваций. Отечественные производители представили зерновую, масло-жировую и другие пищевые продукции. Также ознакомили сетью железнодорожных маршрутов и ключевыми туристическими достопримечательностями. По словам предпринимателей, продукция отечественного производства востребована не только внутри государства, но и в странах Центральной Азии. Отмечу, за последние пять лет в Китайской международной импортной выставке участвовали 133 компании из Казахстана. Они заключили выгодные экспортные контракты на сумму больше 260 миллионов долларов. На сегодняшний день кондитерская фабрика Байан Сулу производит более 50 тысяч тонн продукции в год. Из них около 40% реализуются на экспорт. Экспортное направление у нас составляют все страны СНГ, плюс также КНР, Монголия, Восточная Европа, Корея с этого года. Ищем новые рынки, ищем новые страны, географию расширяем. В общем, видим большой потенциал в нашей продукции за рубежом. В Ак-Тубе увеличили объемы овощей для закладки в стабилизационный фон для сдерживания роста цен в межсезонье. Этой осенью в овощехранилищах поступят свыше 5000 тонн картофеля. Это в два раза больше, чем в прошлом году. 835 тонн лука, а также больше 1000 тонн моркови и столько же капусты. Для этого еще в начале лета с сельхозпроизводителями заключили контракты на поставку продукции. На закуп овощей выделили 800 миллионов тенге. Продавать их в социальных магазинах начнут в декабре. Цены, по словам специалистов, будут на 10-15% ниже рыночных. Стабфонд пополняет также другими социально значимыми продуктами. Также у нас в стабфонде имеется сахар 300 тонн, гречки на данный момент 30 тонн. Также был заключен с Казалардинской областью на доставку риса 340 тонн. Первая партия уже пришла, это 68 тонн. Сейчас у нас ведутся переговоры на заключение растительного масла в объеме 100 тонн. Реализуется у нас на коммунальном рынке и в 18 социальных павильонах. Сегодня в Казахстане выбирали акимов районов и городов областного значения. Голосования проходили в 45 районах и городах. Стоит отметить, что среди кандидатов есть представители различных сфер. В основном экономисты и юристы. Есть также менеджеры. В политической гонке в этом году приняли участие и преподаватели. Их доля от общего числа баллотирующихся около 16,5%. И почти 12% это претенденты с образованием в сельскохозяйственной сфере. Жители Карагандинской области сегодня выбирали акимов Асакаровского и Актогайского районов, а также города Приозерска. За место руководителя боролись 9 кандидатов. Наша съемочная группа следила за выборами в Асакаровском районе, где наибольшее число голосующих. Марина Золотарева сейчас напоминает за закрытием избирательного участка. Марина, добрый вечер. Ну и вам слово. Добрый вечер, Гульнара. Карагандинской области завершились выборы акимов в трех пилотных регионах. Явка на 19.00 по области составила 62%. Сейчас на всех участках председатели комиссии назовут точное число. Избирателей по количеству бюллетеней. Далее по регламенту следует подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней. Их члены комиссии поместят в пакет и опечатают. Далее они вскроют переносные урны и стационарную и приступят непосредственно к подсчету голосов. За этим процессом имеют право следить наблюдатели и представители СМИ. Сегодня был первый опыт выборов акимов районов и городов областного значения самими жителями. По мнению политологов, такой электоральный подход сформирует новую избирательную культуру у населения, когда люди будут видеть, как их выбор влияет на качество жизни. О повышении гражданской активности говорили сегодня и сами избиратели. Они изучили предвыборные программы всех кандидатов. Конкурентная борьба составила три человека на место во всех пилотных регионах. По словам избирателей, они отдавали предпочтение тем кандидатам, чьи стратегии наиболее отвечали их чаянием. После подсчета голосов результаты члены комиссии запротоколируют и огласят. Потом итоговый протокол они поместят на информационный стенд для всеобщего обозрения. Этот документ должен находиться на избирательном участке двое суток. У меня вся информация. Гульнара. Благодарю. Марина Золотарева с нами была на связи. Мы же продолжим. В Жолынском районе Жамбулской области сегодня тоже избирали хакима. В ходе избирательной кампании в регионе были выдвинуты три кандидата. В выборах смогли участвовать более 30 тысяч человек. Местные жители отдавали свои голоса на 39 участках. В целом обстановка на избирательном участке была спокойная. Со стороны наблюдателей нарушений не выявлено. Граждане принимали активное участие. Это всегда радует. Возможность сделать свой выбор сегодня была и у более чем миллиона казахстанцев. Именно столько человек в списке избирателей нынешней кампании. Как считают эксперты, выборы акимов районов являются важным этапом развития избирательной системы страны. Мнение политологов и простых казахстанцев собрала моя коллега Тамириз Белял. Почти полторы тысячи избирательных участков по всей стране. Сегодня с утра люди приходили, чтобы проголосовать за кандидатов в акимы районов и областных городов. К примеру, в Карагандинской области прямые выборы акимов проходили сразу в трех районах. В Асакаровском, к слову, еще на этапе регистрации первой свою кандидатуру выдвинула женщина. Всего в списках кандидатов их 10 человек, большинство из них госслужащие. Если обратить внимание опять-таки на статистику, из каких областей в этом году больше всего женщин, это вот опять-таки это северные области и центральные области, карагандинские. Это очень интересная тенденция. И я скажу, в некоторых даже в прошлом году на выборах сел из трех кандидатов все три были женщины. И довольно высокий интерес как раз-таки граждане проявили к кандидатам женщин. Практику прямых выборов внедрили еще в 2021 году. Такой формат голосования за первых лиц сельских округов и сел показал положительный результат, считают политологи. Идет повышение уровня избираемости акимов. То есть в прошлом это были только села, сельские округа. И мы видим, что это вызвало хорошую конкуренцию. Конкуренция достаточно высокая, три человека на место, это уже хорошая конкуренция. В районах от этих акимов зависит непосредственно жизнь и ежедневные бытовые условия, ежедневный комфорт, благосостояние каждого жителя этого района. Граждане будут больше принимать участие в жизни своего региона. Новые акимы должны работать в интересах местных жителей, способствовать улучшению качества жизни и развитию сельских районов, считают эксперты. Да и сами казахстанцы, участвовавшие в голосовании, отмечают на новых руководителей сел и небольших городов, они возлагают большие надежды, ожидая решения социальных вопросов. Аким у нас должен быть такой справедливый, чтобы умел разговаривать с народом и думал о народе. Выборы Акима определяют, безусловно, некую ответственность на того человека, которого мы выберем. И он должен будет отвечать за те обещания, которые были приняты во время предвыборной кампании. Жители нашего села Алия активно голосовали. Я очень рада. На нового Акима возлагаем большие надежды. Верим, что он будет делать все возможное, чтобы уровень жизни сельчан повышался. Всего выберут 45 Акимов районов и городов областного значения из 164 претендентов. К слову, своих кандидатов выдвинули все семь политических партий, зарегистрированных в Казахстане. Больше половины претендентов – самовыдвиженцы. По мнению экспертов, прямые выборы – это возможность для казахстанцев напрямую влиять на развитие своего региона и выстраивать новые формы диалога между государством и обществом. С 2019 года, как Касамжимар Кемельевич стал главой государства, он объявил курсы на либерализацию политической системы, на снижение административных барьеров, на повышение гражданского участия, начиная с концепции слышащего государства и далее. Мы видим, как изменилась система представительства, мы видим, что появилось большое количество одномандатников, появились новые политические партии. Когда люди выбирают Акимов, они будут спрашивать Сакимов за результаты своей жизнедеятельности. Сегодня казахстанцы сделали свой выбор и как только закрываются участки, избиркомы приступают к подсчету бюллетеней. В Центральной избирательной комиссии отметили, избранным будет считаться кандидат, который наберет наибольшее количество голосов по своему населенному пункту. Как только обработка данных будет полностью завершена, будет опубликован список новых руководителей районов и городов областного значения. Выборы Акимов районов и городов областного значения позволяют казахстанцам напрямую влиять на развитие населенных пунктов. Так считает директор Национального ядерного центра Эрлан Бутербеков. При этом, как отмечает эксперт, выбранный Аким обязан оправдать доверие своих избирателей. На сегодняшний день, конечно же, каждый из нас имеет право и должен им воспользоваться. Это здорово, поскольку именно мы определяем, каким быть городом, кто будет им руководить. И от того, кого мы выберем, будет зависеть социально-экономическое развитие нашего города в ближайшие 4 года. С одной стороны. С другой стороны, выборы Акимов определяют, безусловно, некую ответственность на того человека, которого мы выберем. И он должен будет отвечать за те обещания, которые были приняты во время предвыборной кампании. Сейчас о том, что происходит в мире. Свыше полутора миллионов жителей сектора газа с момента эскалации вооруженного конфликта стали вынужденными переселенцами. Это почти три четверти населения Анклава. Такие данные приводят в ООН. Ситуация там, по их словам, с каждым днем становится все более безнадежной. Население остро нуждается в питьевой воде, предметах первой необходимости, продовольствии и медикаментах. Провоз гуманитарной помощи возможен только через контрольно-пропускной пункт Рафах. Отмечу, с момента возобновления поставок в газу ехали больше 370 грузовиков. Свыше 500 мигрантов спасли у Канарских островов. Об этом сообщила береговая охрана Испании. Всего спасатели эвакуировали четыре рыбацкие лодки, которые дрейфовали у одного из самых маленьких островов архипелага Эль-Ерро. Среди спасенных нелегалов много женщин и детей. В последние несколько месяцев число мигрантов, прибывающих на Канарские острова, достигло рекордных показателей. По данным Министерства внутренних дел Испании, за первые 10 месяцев этого года на острова прибыло свыше 30 тысяч нелегалов. Это почти на 100% больше, чем за тот же период 2022-го. Ураган Отис, обрушившийся накануне на мексиканский город Акапулько, уничтожил десятки убежищ, исчезающих видов черепах. Места на пляжах, где гнездовались черные, кожистые и оливковые черепахи Ридли, сейчас полностью уничтожены водой. Зоозащитники обеспокоены. Это может негативно сказаться на популяции животных и впоследствии даже привести к их полному вымиранию. Напомню, сильный ураган на Акапулько обрушился в конце октября. От удара стихии в курортном городе пострадало 80% отелей. Столицу Индии окутал густой смог. Жители Нью-Дели несколько дней подряд страдают от низкого качества воздуха. Сейчас, по данным мониторинга, он находится на самом низком уровне. Люди обращаются в медицинские учреждения жалобами на раздражение глаз, першение в горле. Местные власти рекомендовали жителям носить на улицу защитные маски. Смог в Индии в это время года явление частое. Он образуется из-за поджигания сельскохозяйственных полей фермерами. Дым и мелкие частички гари смешиваются со строительной пылью и выхлопными газами от автомобилей. Тяжелый воздух вызывает сезонную вспышку респираторных заболеваний. Ну а теперь о погоде в нашей стране. Ночные заморозки до 15 градусов ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня. Причина – атлантический циклон, сообщают синоптики. Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части республики – на севере, востоке и в центре страны. Пройдут дожди, местами снег. Также ожидается туман. В Астане переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до 10 градусов тепла. И к другим темам искусственный интеллект для потребностей промышленного сектора, коммунального хозяйства и образования адаптируют на востоке Казахстана. Ученые из Ускаменогорска с умными программами собирают технологическое оборудование, создают автопарковки с виртуальным помощником и даже виртуальных школьников. Возможности новой цифровой реальности увидел Вячеслав Фетлугин. Искусственный интеллект в семи IT-идеях применяют ученые из Усть-Каменогорска, виртуальный управляющий университетом или большой компанией. Это проекты уже не из разряда научной фантастики. Технологии искусственного интеллекта служат и для правильной подготовки машиностроителей. Например, с помощью этой VR-лаборатории студентов учат действительно верно разбирать сложное технологическое оборудование. Ну а непосредственно искусственный интеллект следит за алгоритмом разборки и сборки. Он будет проверять, как правильно выполнены те или иные действия, последовательность ли сохранена, насколько хаотично, например, пользователь пытается собрать, например, реализовать этот насос в общей части. Задачи для искусственного интеллекта ставят стратегические. Программа даже пытается подсчитать республиканскую потребность в технических кадрах. Какие специальности выбирают абитуриенты? С помощью алгоритмов искусственного интеллекта мы как раз анализируем, по каким регионам мобильные группы во время набора более хорошо или менее хорошо отработали. И на какие регионы нужно сделать больше упора. Искусственный интеллект в перспективе может лишить работы парковщиков и охранников паркингов. Умные технологии находят водителям свободные места, запоминая, кто во сколько паркуется. Исключают пробки. Проекты казахстанских разработчиков заинтересовали коллег из Малайзии и США. Сейчас разрабатываются совместные идеи. Наши ученые очень активно участвуют в научных проектах. И в этом году очень радует, что количество подаваемых заявок увеличилось именно по направлению искусственный интеллект и информационной технологии. Совместно с зарубежным лунзом хотим открыть новую образовательную программу в области искусственного интеллекта. На уровне региональных школ возможности нейросетей изучают как факультатив. Старшеклассники Мирас Ибраев и Алишер Ахметов смоделировали системы безопасности в учебных заведениях. Считывание лиц с возможностью формировать базы данных и анализировать всю входящую информацию. Оно может предотвратить плохие последствия. Например, если на территорию школы зайдет незнакомый человек, мы получим его фото. И когда он зашел в нашу школу, на территорию школы, чтобы получить более детальную информацию о нем. Цифровые технологии в перспективе смогут курировать и госпрограммы. Уже в следующем году президент поручил запустить национальную платформу искусственного интеллекта. Обобщать показатели развития страны, крупного бизнеса и социальных проектов. Вектор на высокие технологии обозначен. На очереди новые IT-решения и глобальные задачи. Вячеслав Митлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24. И к другим темам. В Казалардинской области на 3,5% снизился уровень безработицы среди молодежи. Результаты удалось достичь благодаря региональной карте занятости. С начала года по программе создано 37 тысяч новых рабочих мест. Тему продолжит моя коллега Рахан Тажбаева. Только в рамках одного национального проекта развития предпринимательства в регионе создали свыше 15 тысяч рабочих мест. Практически все граждане трудоустроены через электронную биржу труда. По итогам 9 месяцев в регионе создано 9 тысяч 503 рабочих места. На 100% выполнены обязательства по пенсионным отчислениям и регистрации трудовых договоров. Согласно общему плану в этом году должны были трудоустроить 10 тысяч 650 человек. Сейчас показатель выполнен на 89%. До конца года выполним полностью. Особый акцент на снижении молодежной безработицы. С начала года в этом направлении одобрено свыше 300 проектов. А в областном центре на развитие предпринимательства потрачен 21 миллиард тенге. Поддержку получили 1148 проектов. Создано почти 3,5 тысячи новых рабочих мест. Больше всего бизнес-идей в сфере обрабатывающей промышленности. Открыты цеха по выпуску бетонных изделий, переработке кожи и асфальтный завод. На последнем уже расширяют производство и наращивают объемы. К работам привлекаем только местных жителей. Наш завод выпускает 60 кубов бетона и 130 тонн асфальта в час. Сейчас на предприятии трудятся 20 человек. В планах увеличить мощность и создать еще 80 рабочих мест. Снизить уровень безработицы в регионе позволили и безвозмездные гранты. С начала года гранты на поддержку предпринимательских инициатив получили полторы тысячи козлардинцев и социально уязвимых слоев населения. Райхан Тажибаева, Ханалиев, Козларда, Хабар-24. По программе «Аул Ельбисгэ» строят дома, культуры и в Кустанайской области. Один из них появится в поселке Пригородный. Сдать объект обещают в конце года. К торжественному открытию местные коллективы обещают подготовить концертную программу. Пока сельские таланты репетируют в нескольких помещениях, в арендованных кабинетах Акимата и в школьном актовом зале. К открытию у клуба готовят мини-концерт. У нас есть одаренные дети, но у нас не было помещения такого заниматься. Сейчас строится новый клуб, и люди к нам потянутся, будет есть куда им сходить. И деткам где свободное время позаниматься. Строительство дома культуры в Пригородном началось летом. На это из бюджета направлено больше 250 миллионов тенге. С 90-х годов уже клуба не было. Потом мы возродили одно клубное формирование, но там проводятся кружки танцевальные, кружки самодеятельности. Ну и в основном смотр художественной самодеятельности готовится. В строящемся клубе тысяча квадратных метров. Он рассчитан на 100 мест. Помимо кружков и секций здесь будут библиотека, медицинский пункт и тренажерный зал. Окна установили уже, полы и закрытия. Сантехнические работы полностью завершены. Атопительный систем установили. Ждут в первую очередь, конечно, чтобы кровель завершить. Сейчас внутренней работой подрядчик заверяет о том, что в течение этих двух месяцев завершают кровелью и внутренней работой. Аналогичные дома культуры по программе «Аул Ельбис-СГ» в этом году строят в шести селах. Здесь будут организовывать досуг для пяти тысяч жителей. Наталья Острокова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар-24. Образцы грунта астероида «Бенну» впервые покажут общественности на выставке в метеоритной галерее Смитсоновского музея. Это стало возможным благодаря его сотрудничеству с НАСА. В 2020 году космическому зонду нациоуправления аэронавтики в ходе своей длительной миссии удалось собрать образцы грунта с поверхности околоземного астероида. С тех пор его тщательно изучали эксперты. Отмечу, что «Бенну» — это древнее небесное тело, которому около 4,5 миллиардов лет. Большинство ученых полагают, что подобные астероиды, врезаясь в нашу планету на ранних этапах ее исторического развития, могли повлиять на составляющую нашей планеты. Как не попасть на уловки интернет-мошенников и как отличить добросовестных онлайн-продавцов от аферистов, об этом мои коллеги расскажут в документальном фильме «Игра на доверие». Он выйдет сегодня на телеканале «Хабар». Очередное журналистское расследование рассказывает о громком уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере, которое сейчас расследуется в Казахстане. Жертвами уже стали сотни человек, которые вложили по 2 миллиона тенге в надежде получить товар из Китая по ценам в десятки раз ниже рыночных. Но так его и не дождались. Не пропустите сегодня в 21.40 на телеканале «Хабар» документальный фильм «Игра на доверие». Ну и к данному часу это вся информация. Всего доброго и до свидания.